Привет всем любителям бокса, вы на канале боксинг, ну а это прогноз на бой Джозеф Паркер Дерек Чесора Реванш И прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк данному видео, поехали Итак, в ночь с 18 на 19 декабря на арене Манчестер пройдет реванш тяжелой весовой категории между новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Дереком Чесорой Ну, первый поединок между этими боксерами прошел в мае и победу раздельным решением судей отдали Паркеру Но лично на мое усмотрение победил, конечно же, Чесора, он выглядел намного лучше Паркера Я в первом бою записывал прогноз на первый бой и я ожидал, что Паркер нокаутирует ветерана, все-таки он моложе, крепче Но он был какой-то, ну, совсем потерянный в бою с Чесорой Чесора его бил как мог, но, конечно же, крепкая челюсть новозеландца выдержала Как мы знаем, Паркер умеет держать удар, он пережил бомбардировку со стороны Уайта Также Джошуа не смог его не удосрочить, не даже уронить Букмекерские конторы, конечно же, снова видят фаворитом боя Паркера Но на этот раз не таким явным На победу Джозефа можно поставить с котировкой 1,50 Ну, а поставить на победу Чесоры можно с коэффициентом 2,50 Дерек проиграл вот два боя подряд Но его по-прежнему не стоит списывать со счетов В прошлом бою с Паркером он показал, что вполне может одержать победу У 37-летнего британца огромный опыт У него серьезная ударная мощь Поэтому не списываем Чесоруса счетов Ну, пройдемся немножко по боксерам Начну я с Джозефа Паркера Он находится на шестой строчке рейтинга Ему 29 лет Дебютировал он на проб ринге в 2012 году Он также был чемпионом мира по версии WBO С декабря 2016 по март 2018 Также Паркер боксировал за титулы IBF и WBA Super Ну, уступил по очкам Энтони Джошуа Энтони Джошуа забрал титул WBO После этого он также проиграл решением Диллиану Уайту Ну, я скажу так Вот с повышением оппозиции Его бои проходят полную дистанцию все Но, также он может похвастаться тем Что он действительно может вот держать удар В послужном списке у Джозефа 31 бой 29 побед Из них 21 он одержал нокаутом Ну, и два поражения, как я говорил, Уайту и Джошуа Вот Он выигрывал у таких боксеров Более таких известных, как Карл Астакам Энди Руис Хьюи Фьюри Алекс Лепай Уэйна Фа Младшего Ну, я скажу так Если Паркер вот победит Чесору То, скорее всего Он встретится в отборочном поединке С британцем Джордж Джойсом Вот За титул За бой За титул Чемпионом мира Вот Ну, а если же проиграет То, я думаю, вряд ли он в ближайшие лет 5 Если вообще сможет Побоксировать За чемпионский титул Вряд ли ему дадут такую возможность Поэтому Стимул у него есть Вот Рост Экс-чемпиона мира 193 сантиметра Такой же размах рук Ну, что сказать Паркер, в принципе, довольно Техничный боксер Со скоростью у него тоже все в порядке Учитывая его вес Вес его Примерно колышется От 110 до 115 килограмм Ударить он тоже может хорошо Ну, уж больно он Осторожничает Больно он Нету того Паркера, да Которого мы видели в бою С Джошуа Который может Войти в зарубу Сильно он осторожничает После того, как Чуть не проиграл нокаутом Вайту Вот Ну, перейдем к Дереку Чесора Немножко про него расскажу Он занимает девятую строчку рейтингов Входит он в топ-10 На проф. уровне Он выступает с 2007 года Ветеран провел 43 поединка Одержал 32 победы Из них 23 нокаута Да, ветерану вот 37 лет, как я говорил Но он не ищет вот Легких путей Уровень его оппозиции Всегда довольно высок Знаете, несмотря на то, что Он проигрывал Всем серьезным оппонентам Он, в принципе, не сбавляет темп Выходит на новых соперников На его счету уже 11 поражений Но он Вот Я смотрел бой с Усиком Да, он оказал достойное сопротивление Усику И даже выглядел В этом бою конкурентнее Чем тот же Джошуа Также он смог В первом раунде Уронить Паркера В первом ихнем бою Ну, ведет он свои Вот Поединки достаточно Агрессивно Постоянно прессингует В первых раундах Вот В первом начале Промежутки Где-то 4-5 раундов Да, он Наиболее опасен Для Паркера Последний раз Чисора Выигрывал Бой В 2019 году Тогда он Нокаутировал Рослого Соотечественника Своего Дэвида Прайса Вот Но Такие Самые серьезные Победы У него Это только Карл Астакам И Малик Скотт Вот В 2012 году Он боксировал За пояс Чемпиона мира По версии WBC Против Виталия Кличко Помните, да Вот этот плевок В лицо Владимира Пощечина Виталию Вот И он проиграл Единогласным Решением Судей С тех пор У британца Больше Не было Титульных боев Рост Чисоры 187 сантиметров В размах рук 188 сантиметров Вот Да Дерек Уступает Новозеландцу В антропометрии В принципе В скорости Рук В тайминге Но У него Есть козырь В умелом прессинге Как я говорил Он Прессингует Постоянно Буквально Весь Его бой Он никогда Не уходит В защиту Он идет 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 На противника Вот Также У него Я думаю В принципе Есть преимущество В ударной мощи Конечно Паркер Тоже Бьет Не слабо Но я Почему-то Думаю Что у британца Все-таки Удар Посерьезней В первом бою Он сумел Создать Паркеру Немало Проблем Да Поэтому Разберем Немножко Бой Вот Я расскажу Что По моему мнению Будет делать Чесора И Паркер Вот Что будет делать Чесора Это Понятно Он делает Это с каждым Противником Он с первых Секунд Боя Будет идти Вперед Он будет Прессинговать Накидывать Левый джеб В средней Дистанции Будет Пробивать Боковые Аперкоты Вот Крюки Свои Вот эти Выкидывать Ну а Вот Что будет Делать Паркер Скорее Всего Паркер Не станет Вот Бросаться На Чесору Обострять Он Будет Осторожничать Он Не хочет Снова Я думаю Оказаться На канвасе Как в первом Бою Да И Паркер Попробует Держать Чесору На расстоянии С дистанции Его джебом Расстреливать Немножко Пока То Чуть Его Вот этот Прессинг Не подсядет Пока он Не устанет Когда Чесора Будет Пробиваться В ближний Бой Он Будет Вязать Висеть На нем Клинчевать Поэтому Я думаю Бой Будет Проходить Именно Так Ну А Насчет Прогноза Прогноз Таков Я думаю Что Паркер В первом Бою Сильно Недооценил Чесору Чесору Чесора Смог Не только Дать Конкурентный Бой Паркеру Я думаю Он был В лучшей Форме Чем Паркер Как физически Так и Ментально Я считаю Что в реванше Чесора Вполне Может устроить Апсет И Вряд ли Конечно же Чесора Сможет Нокаутировать Паркера Паркер Умеет Держать Удар Тем более Я думаю Он будет Осторожен Очень Разве Что Паркер Не увидит Один из Мощных Вот этих Боковых Британца Которые Он накидывает Да Если он Не увидит Удар И Чесора Вот Попадет Хорошенько И пойдет На добивание Воспользуется Вот этим шансом То Конечно же Он сможет Его Нокаутировать Но Только В начале Вот Первой Половины Боя Потом Чесора Сильно Подседает Все-таки Он не Молот И Уже В Поздних Раундах Нокаут Вряд ли Он сможет Оформить Ну Тем не менее Да Даже Вот В предыдущей Встрече Британец Был Гораздо Точнее Паркера И Я считаю Что все-таки Победит Чесора Но Вот Именно Фактор Судейства У меня Вызывает Сомнение Я считаю Что в первом бою Выиграл Чесора Что его Ограбили И вот Я боюсь Что В этом бою Даже Если Чесора Победит Его снова Ограбят По уровню Конечно Бокса Джосеф Значительно Превосходит Чесору Но Сможет ли Он сделать С этим Прессингом Британца Да Что там Британец Я уже Говорю Он Прессингует Постоянно Поэтому Тут вопрос Паркер Вот Я смотрю На его Последние Бои Нет уже Того Паркера Который Боксировал С Джошуа Если Конечно Что-то Изменится И выйдет Паркер Который Идет Взарубы Идет Вперед Ему Все равно Пропустит Он удар Или нет Тогда Да Паркер Вполне Может И нокаутировать Чисору Я думал Что Выйдет Такой Паркер В первом Бою И прогнозировал В первом Бою Нокаут От Паркера Но мы Увидели Паркера Он просто Висел На Чисоре Передвигался Там Удары У него Какие-то Вялые Были Поэтому Судьи Тащили Паркера Как только Могли В первом Бою Потому Что Он более Прибыльный Боец Он Молодой Бывший Чемпион Мира Поэтому Я считаю Что победит Конечно же Чисора Но Судьи Могут Решить По-другому Поэтому Спасибо за просмотр Ставьте пальцы Вверх Пишите Комментарии Как вы считаете Сложится данный Поединок Удачных Ставок Пока Пока Продолжение следует...